Всем привет! Меня зовут Надя Зайцева. Мы начинаем программу телезнайки обо всем самым необычным и интересным прямо сейчас. Машина на солнечных батареях и электричестве вот что нас ждет в скором будущем. А мои коллеги уже прокатились на электробусе. А ты выключаешь воду, когда чистишь зубы? Странный вопрос. А вот и совсем не странный. Ведь за одну минуту из крана вытекает 10 литров воды. Ого! Сегодня Санкт-Петербург вместе со всей Россией проводит фестиваль энергосбережения, на котором мы попытаемся узнать, как сохранять нашу планету каждый день. А вот и первый способ ездить на электромобиле. Как может измениться городская экология с внедрением таких автомобилей? На самом деле колоссально. Были... Два года назад были эксперименты. Комитет по экологии разрабатывал некие устройства, размещенные на кольцевой дороге. И сказал, что при постройке кольцевой дороги в Санкт-Петербурге загрязнение увеличивается каждым годом на 20, а то и 30%. Чтобы предотвратить дальнейшее вот такое масштабное отогрязнение, необходимо срочно исправлять ситуацию, завозить электромобили. Что это такое? Это солнечный автомобиль, построенный для соревнований в Америке. Он участвовал в американских соревнованиях American Solar Challenge и показал довольно неплохие результаты. Автомобиль сам по себе двигается на солнечной энергии. Мы можем видеть поверхность его усеянную солнечными батареями. Солнечные батареи – это такие элементы, позволяющие преобразовывать энергию солнца в энергию, с помощью которой движется автомобиль. А этот автомобиль, он может ездить во время пасмурной погоды? Да, естественно, может, так как там установлены аккумуляторы электрические, за счет которых он движется. Чем отличается этот автобус от троллейбуса? Троллейбус этот нельзя назвать автобусом, так как это троллейбус с увеличенным автономным ходом. То есть при следовании по маршруту происходит зарядка аккумуляторных батарей, после чего опускаются штанги и он едет на автономном ходе. А такие электробусы уже ходят в нашем городе? Да, их сейчас на данный момент 115 единиц, и они обслуживают 7 маршрутов нашего города. Если в Санкт-Петербурге все автобусы заменят на электробусы, то воздух в нашем городе станет гораздо чище. А также это будет гораздо удобнее для пассажиров. Здесь можно будет зарядить телефон, воспользоваться сетью Wi-Fi, а также посмотреть на табло, какая будет следующая остановка. С вами были Чешова Елизавета и Софья Дальки. Мы даже не представляли, какие удивительные тени могут отбрасывать бесформенные предметы, пока не посетили музей теней. Сейчас сами все увидите. Петербург часто называют мистическим городом. Его тайным и загадкам посвящены все экспонаты в новом музее теней. Вы попадаете в невероятное царство теней. Наша выставка находится в музее теней. Здесь представлены объекты в искусстве shadow art. На русский переводится как искусство теней. Здесь вы можете увидеть невероятные объекты, которые выглядят изначально как хаос, а потом вы увидите, например, Александра Сергеевича Пушкина или же Петра I, нашего основателя города. И, наверное, никогда в жизни не догадаетесь, что картина «Шишки на утро в сосновом лесу» может отбрасывать тени мостов и Петропавловской крепости. Здесь вы можете узнать, что тень бывает не только черной, но и цветной. Вся наша выставка посвящена Санкт-Петербургу и понятию тень, которые раскрываются с разных сторон. Оказывается, что понятие тень есть не только в искусстве и философии, но также и в географии и математике. На первый взгляд мы здесь видим хаотично расставленные фигуры. Но стоит включить свет, как перед нами появляется человек с зонтом. Почему экспозицию посвятили именно городу? Потому что город — это то, что нас вдохновляет. Очень хотелось сделать экспозицию интересной для всех, и для детей, и для взрослых, и в том числе и для туристов. Здесь можно узнать что-то новое о городе, то, что не рассказали на обычных экскурсиях. И, как мы выяснили, это интересно всем возрастам, и пожилым людям, и детям. Это дает возможность посмотреть на Петербург и на его историю под новым углом с точки зрения теней. Удивительно, что после выставки начинаешь обращать внимание на вещи, которых раньше не замечал. Рассказали о музее теней Милана Ануфлева и Софья Красовская. Известный художник Никит Сафронов встретился со школьниками. О чем мы не говорили, сейчас узнаете. Где можно встретить известных людей, поговорить с ним, взять у них автограф. Российское движение школьников как раз устраивает такие встречи. Участники могут поговорить с актерами, учеными, спортсменами. Сегодня в гостях художник Никас Сафронов. Проект «Классные встречи» стал развиваться активно в прошлом учебном году. И в каждом регионе в соответствии с программой реализуются встречи с интересными, успешными, состоявшимися личностями. В прошлом году здесь, в Академии Талантов, состоялась подобная встреча с Сергеем Боярским. Почему вы приехали к школьникам? Чем они вам интересны? Ну, во-первых, я сам был школьником, и я вспоминаю свое детство. И что изменилось, смотрю, у меня вдруг как-то все овеяно воспоминаниями. Я думаю, сколько здесь надежд, мечты и разных мыслей входят в этих красивых юных головках. Каким я был ребенком, ну, разным совершенно. Очень себя ввиню, что лазил там около Ленина, там был парк такой Ленина. Я там твиты рвал, пережили об этом. Николай Сафронов после школы поступил в мореходное училище, но через год все-таки выбрал училище художественное. Кем он только не работал? Сторожем, грузчиком, дворником, художником-бутафором. И даже раскрашивал ткани на фабрике. Какой период вашего творчества самый любимый? Вы знаете, любой период интересен. Если ты не сгораешь и все время не тлеешь, а живешь и наслаждаешься, открываешь для тебя что-то новое, надо все время меняться, что-то для себя открывать и не бояться кардинально изменить свою жизнь и начать жить сначала. Известные люди могут раскрыть секрет своего успеха, дать совет и просто рассказать много интересного. Встретились с Никасом Сафроновым на проекте «Классные встречи» Арсений Чунц и Маша Павлович. Целая армия оловянных солдатиков. Где ее можно встретить, расскажут наши корреспонденты. Все мальчики любят солдатиков. И это не просто игрушки. По ним можно изучать историю. А еще в Санкт-Петербурге есть единственный в стране музей оловянного солдатика. И девочкам здесь тоже нравится. Здесь, смотри, учатся солдаты. Здесь только лошадки ходят. С солдатами, да, красиво. Это же Красная площадь. Откуда здесь столько солдатиков? В 1966 году два ленинградских коллекционера Александр Иванович Любимов и Михаил Викторович Шишковский передали в музей свое собрание. И за прошедшие годы коллекция увеличивалась. В ней сейчас стало больше 62 тысяч фигурок. И часть из них мы представили на экспозиции нашего музея. Эти солдатики рассказывают о настоящих военных событиях? Одно из основных требований к оловянному солдатику есть требование исторической достоверности. За исключением, конечно, фантастических сюжетов. Запускаем машину времени. Внимание. Приходит в движение круг времени. И он выносит перед нами представителей одной из первых человеческих цивилизаций. Древнеегипетской. Какие здесь солдатики самые редкие? Одни из самых редких фигурок это фигурки, сделанные по заказу императора Николая Первого немецкими мастерами. Фигурки немецкой фирмы «Альгейр», которые были выпущены в 30-х годах 19-го века. А также фигурка, побывавшая в космосе. Перед вами единственная фигурка солдатика, который побывал в космосе. Изображен на ней австрийский принц Кабург и Александр Васильевич Суворов. Они вместе сражались против турок в 1789 году в сражениях при Факшанах и Римнике. Когда два века спустя, в 1991 году, на орбитальную космическую станцию «Мир» полетел советско-австрийский экипаж, космонавты взяли эту фигурку с собой как талисман, как символ преемственности советско-российской дружбы. А еще большая коллекция солдатиков есть в Эрмитаже. Может, когда-нибудь им тоже построят отдельный музей? Увидели маленькие, но очень интересные экспонаты Егор Шарко и Лиза Эллинин. В Петербурге открылся музей неправды. Вся правда. А музей неправды в нашем сюжете. Ты всегда говоришь правду? Всегда. Ну, или почти всегда. А что? А то, что твоя самая необычная выдумка теперь запросто может попасть в музей. А, в Петербурге же открылся новый музей. Музей неправды. Здравствуйте. Сколько весят ваши двери? Для чего они? Ну, каждая створка из этих дверей весят две тонны. Это двери бывшего банковского хранилища, которому 130 лет. И впервые за всю историю этого здания сейчас будет широкий доступ для каждого желающего, кто захочет нас посетить. Ну что, пойдем внутрь? Здравствуйте. Рады приветствовать вас в музее неправды. Ваш визит очень важен для нас. Это же старинное помещение. А здесь водятся призраки? Ну, конечно, Вэйс. Вот позади вас, кстати, костюм охотника за призраками. А впереди есть ящик, в который мы позвали настоящий призрак, и который у нас сейчас живет. Я туда не пойду. Это что, тоже какая-то неправда? Ну, конечно же, правда. Мы сделали в миниатюре торнадо. Так скажем, климатическое оружие. А что такое климатическое оружие? Ну, это оружие, которое могут делать благодаря природным явлениям. Вызывать сильный ветер, шторм, ураган или, допустим, наводнение. В какое бы время вам хотелось попасть? Покатаемся на машине времени? Давайте. Ну что, девчонки, куда бы вы хотели отправиться? Я хочу отправиться в то время, когда я была очень маленькой. И давнее прошлое. И далекое будущее. В музее неправды путешествовали Ксения Иванова. И Аня Иванова. Наша программа закончилась. А следующая будет через неделю. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok